В Абадском открыли убойный цех. Какие преимущества получили местные фермеры? И в Тюменской области будет сад в промышленных масштабах. Когда можно попробовать первые ягоды? Здравствуйте, я Инна Михайловская и это Сельская среда. Около 6 миллиардов рублей. Такова стоимость посевной компании 2021 года. Подорожали запчасти, удобрения. Аммиачная селитра, например, стоила меньше 14 тысяч рублей за тонну. Сейчас 20 тысяч считается хорошей ценой. И за такие деньги еще поискать надо. При этом удобрения Тюменские аграрии планируют использовать больше на 5%. Подготовка к новому сезону практически завершена. 99% от общего числа сельхозмашин уже стоят на старте. Кондиционными признаны около 70% семян. Этой весной в Абатском районе засеют чуть более 50 тысяч гектаров. Большая часть под яровой сев. И совсем немного подозимые культуры. К весенней кампании здесь уже готовы. Закуплено более 4 тысяч тонн удобрений. Завершается проверка семян. 60% признаны кондиционными. Готовые сельхозмашины. Только тракторов. В этом году на Абатские поля выйдет больше 80 единиц. В основном кузбассы. Но есть и другие. Со стерневыми сейлками. Остается дождаться физической спелости земли. Пока еще ни одной проталины большой не видно. Только-только вот буквально вчера, сегодня начинает таять. Было только где снегозадержание делали. Дорожники там растаявшие земля. То есть, ну вот когда, к какому числу подойдет закрытие влаги, ну к какому бы ни подошло, мы сразу уже выйдем на поля на работу. То есть мы готовы, просто ждем, когда непосредственно установится погода. На сельхозпредприятии «Восход Агра» заранее закупили запасные части, сделали дефектовку, где нужно отремонтировали двигатели, привели в порядок машины, которые выйдут в поля этой весной. Осталось пройти техосмотр. А перед ним, как водится, надо навести красоту. Вот немножко осталось. Подкрасим, поставим все и вперед в бой. Да, ну налаживаем сейчас вот освещение, проводку чиним. Я сейчас разбираю, чтобы меня разъединить, сделать, чтобы работал от выключателя. Эту технику в сезон используют на Синокосе, в другое время на фермах. А вот в полях неизменны другие тракторы. Нью-Холланды, тяжелая артиллерия. В деле они с ранней весны и до поздней осени. Барнование, пассивная, потом обработка зяби. На линейке готовности также стоят и пассивные комплексы «Кузбасс». Показывает себя неплохо. Мы обновляли в 2018 году 4 единицы пассивных комплексов. Обновляли. Ну, работает. Нравится пока. Все стараются сегодня беречь технику, потому что очень дорогая техника, чтобы сегодня покупать. В этом сезоне в восход Агра нужно заготовить корм для полторы тысячи голов крупных рогатых. Из них более 800 – дуйные. В основном сеять будут ячмень и овес, а из трав – вику. Плюс рапс и немного льна. И еще о подготовке к новому сезону. В этом году в регионе несколько скорректирован посевной клин. Аграрии решили посеять рапса на 2000 гектаров больше, увеличить посевы льна. О других особенностях мы поговорили с Владимиром Чеметовым, директором областного департамента АПК. Понятно, что у нас полный набор будет, вернее, стандартный набор, да, зерновых, зернобобовых, кормовых культур. Но, скажите, пожалуйста, рассматривают наши сельхозтоваропроизводители заниматься какими-то новыми сельскохозяйственными культурами в этом сезоне? – Ну, боюсь вас разочаровать. Чего-то экзотического, значит, того, чего, скажем так, не было, да, в больших объемах не будет. Но здесь нужно отметить, что, к сожалению, за счет оптимизации структуры посевных площадей у нас немного корректируются, допустим, посевы кормовых культур в пользу, ну, вот того же, допустим, рапса. На 2000 гектар запланировали рапса посеть больше, чем в прошлом. Увеличиваются посевы льна. Не так динамично, и эта цифра не характеризуется какими-то большими значениями, но хозяйство в поиске, изучают конъюнктуру. Ведь в данном случае, наверное, важно, соблюдая, конечно же, севооборот, плодородие почвы, выращивать рыночно востребованные культуры, которые позволяют, по большому счету, хозяйству не просто сводить концы с концами, а думать о будущем дне, заниматься повышением плодородия, технологичности структуры почвы. Ну и, конечно же, средства производства, земля, как ключевое средство производства, должно получать необходимый объем минерального питания, вот о чем я уже говорил, мы запланировали побольше приобрести минеральных удобрений, а это, в свою очередь, конечно же, будет способствовать и росту урожайности, и сохранению необходимого плодородия. Что касается садоводства, мы с вами как-то обсуждали этот вопрос, Владимир Николаевич, что у нас в свое время это активное направление развивалось. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, в 2021 году, мы сейчас просто говорим о том, что это возможно, или у нас уже началось движение? Вопрос садоводства – это, скажем так, тема, которую мы очень взвешенно обсуждали и принимали решение. В итоге уже сейчас заинтересованный участник определился с земельным участком, проведены исследования земли, значит, определены виды работ, которые необходимо сделать в текущем году, но и могу, наверное, чуть-чуть заавансироваться, сказать, что осенью текущего года первые гектары культурных посадок многолетних насаждений у нас появятся на территории Тюменской области. Будем надеяться, что это послужит такой отправной точкой формирования несколько забытой отрасли садоводства уже в таких серьезных промышленных масштабах. В наших природно-климатических условиях прекрасно растут и смородина, и малина, и облепиха. Самое главное – найти те самые технологичные сорта, которые не вымерзают, которые дают стабильно урожай и удобны в обработке. Будем надеяться, что скоро с вами попробуем первую ягоду. Ну, нужно отметить, что с времени посадки до получения первого урожая, ну, проходит два года. Ну, подождем, Владимиренко, это, я думаю, стоит того. Вспышки африканской чумы свиней в России приведут к заметному сокращению предложения на этом рынке. В 2021-м производство этого мяса может вырасти примерно на 180 тысяч тонн, вместо ранее ожидаемых – 260. Так, оптовые цены могут упасть на 5%. При этом стоимость продукции останется на уровне прошлого года. Эта информация предоставлена издательским домом «Коммерсант». Тем временем в районах области закрывают переправы сельские хроники. Переправу закрыли в Увате. Проезжать по ней уже опасно. По словам специалистов, обычно это происходит раньше. На дороге установили запрещающие знаки, на берегу будут дежурить сотрудники ГИБДД. Разрушать мы ее сегодня не будем. Люди могут еще перегнать транспорт на правый, на левый берег. То есть есть какие-то у людей дела, которые неотложны. Это больница, государственные структуры. То есть это все нужно будет сделать. Сегодня закончить. У них будут еще выходные для того, чтобы подготовиться именно к пешим прогулкам через реку Иртыш. Студия «Мультиленд» открылась в 5-м детском саду Ишима. С инициативой выступили сами воспитанники. Ребята выпустили порядка 10 работ по известным детским произведениям, а также историям из реальной жизни. В свои 5-6 лет малыши научились пользоваться камерой. Для мультика про синичку, например, им пришлось сделать более 130 кадров, а для анимации с конструктором Лего в два раза больше. Вначале придумываем историю, потом лепим героев с ребятами, а потом озвучиваем, двигаем их по-разному. Потом Любовь Анатольевна смонтирует, и так получится мультик. Больше всего мне нравится озвучивать их или пить. В селе Абадском открыли убойный цех долгожданный, надо сказать. Дело в том, что в 2018 году вступили в силу правила «Для реализации мяса из своего хозяйства забой скота необходимо проводить только промышленным способом – в сертифицированных убойных цехах». Ну и это стало большой проблемой для владельцев небольших хозяйств. За два года в регионе открыли три таких цеха в Упоровском, Викуловском и Елутровском районах. Теперь еще и в Абадском. Убойный цех начали строить в начале апреля. Потребность в нем большая. В Абадском районе три сельхозпредприятия, а также более трех тысяч небольших хозяйств. У многих по пять и более животных. Всего в муниципалитете около десяти тысяч голов. Большую часть выращивают на мясо. Приходилось возить на забой в соседние районы, ближайшие Ишимские, Викуловские. С открытием своего цеха вопрос закрыли. Обязательство по возведению этого объекта взял на себя местный кооператив под председательством Александра Першина. Вот уже несколько лет он оказывает сельскохозяйственные услуги. Объемы мяса, которые поставляют на продовольственные рынки Тюмени, одни из самых больших среди муниципалитетов. 20, а то и 40 тонн в квартал. Своё производство поможет снизить кооперативу прежние затраты за услуги убоя. Неоднократно там предлагалось гранты всякие. Ну гранты это там же, надо бумаги оформлять, ездить. То есть всё. Как бы здесь попроще, маленький вариант. И как бы спрос поменьше, скажем так. Быстренько слепили из того, что было где-то, что-то докупили. Вот в Черябинск ездили покупать основной этот. Это своими руками тут пристроили где что. Ну согласно СНИПам, всем стандартам. Осталась лишь малая часть работ. Организовать место для приёма скота и благоустроить территорию. До конца года здесь планируют принять полторы тысячи голов. Это примерно 300 тонн мяса. Чтобы цех был рентабельным, нужно забивать не менее 10 голов в день. Поэтому очень часто, когда у нас в Агайском районе, например, есть такая проблема, в Тобольском районе, мы поговорим. Вы подумайте, может быть сегодня дешевле всё-таки будет вывозить скот на убой именно уже в действующих цеха, чем вложить средства. И потом думать, каким образом окупать затраты на его содержание. В хозяйствах других муниципалитетов владельцы небольших хозяйств сотрудничают с перерабатывающими заводами и цехами, где есть промышленный забой. Помимо новых пунктов в Викуловском, Упоровском, Елуторовском, теперь вот ещё и Абадском. Осталось организовать такие убойные цеха в Тобольском, Багайском и Сладковском районах. Здесь, пожалуй, поставим точку этот и другие выпуски программы «Сельская среда». Вы можете посмотреть на Ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи!